Нехватка топлива все же дошла до Алтайского края. На АЗС нередко можно увидеть, что некоторые колонки не работают, отчего образуются очереди. Однако, если простые жители могут подождать, у агрария в каждый час на счету. Сельхозпроизводители натерпелись за сентябрь, который не давал убирать урожай из-за непогоды. В августе был дождливый сентябрь. Естественно, расход дизельного топлива при работе и комбайнов, и тракторов на вспашки зяби, и на пассиве азимы, расход дизельного топлива значительно увеличился. Я оцениваю это примерно процентов на 50, может быть даже на 70. Повышенный спрос на топливо в уборочную и его нехватка привели к тому, что оптовая цена доходила до 95 тысяч за тонну. Такую сумму зафиксировали в Комитете по аграрной политике Краевого парламента. А это почти на треть больше среднерыночной стоимости. Причины дефицита и оверпрайса просты. Продажа нефтеперерабатывающими заводами горючего за границу по серым схемам. Ситуация доходила до того, что в некоторых районах края крупногабаритную сельскохозяйственную технику приходилось заправлять на АЗС. Ситуация на рынке ГСМ – это тема для аграриев. И для всех нас в настоящий момент наиболее острая и требует особого внимания. Но проблемы сейчас испытывают в основном малые хозяйства, где требуется не очень много горючего. На крупных сельхозпроизводителей скачки в топливной сфере сказались не так сильно. Вообще, если говорить о тех серьезных руководителях крестьянско-фермерских хозяйств, то, конечно, они заранее беспокоятся и закупают и на пассивную, и на уборочную страду. По информации Министерства сельского хозяйства края, аграрии закупают по ходу сезона примерно треть горючего. Поэтому уборочное вряд ли встанет. Тем более, большая часть урожая уже получена. Зерновых и зернобобовых культур убрано с 60% площадей. На данный момент нехватки ГСМ для проведения уборочной кампании в регионе не зафиксировано. Ситуация с обеспечением и ценами на ГСМ находится на контроле, мониторится, идет взаимодействие с федеральным центром. Из-за затягивания уборочной фермеры работают в круглосуточном режиме, используя каждый сухой день. В любой возможный момент ведут обмолот, приспособились к сушке урожая в несколько этапов. А губернатор Виктор Томенко обратился в федеральный центр с просьбой увеличить поставки в край пропан-бутановой смеси. Из-за влажности зерна его приходится больше сушить. И сейчас при сборе с полей 60% урожая сушить нужно миллион тонн зерновых и зернобобовых и 700 тысяч тонн масличных культур. По данным на начало недели сбор зерна в крае составил почти 3 миллиона тонн. Площадь убранного рапса почти 70%, льна масличного 35%, сахарной свеклы половина площадей. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.